На прыжок, как на праздник. Парашютным спортом занимаются совершенно разные люди разных профессий и возрастов. И каждый находит в этом что-то свое. Сегодня под Рязанью на аэродроме Крутицы собрались спортсмены, которые планируют стать инструкторами. Для этого им необходимо особенно тщательно изучить техники безопасности в воздухе во время прыжка. Сборы, которые сегодня начались у нас на аэродроме, будут продолжаться 4 дня. Сегодня сборы проводятся в рамках подготовки специалистов тандема инструкторов и инструкторов программы АФФ. Это ускоренное обучение свободного падения. Проводит сбор Юрий Гермашов, человек, который прибыл из Соединенных Штатов Америки, для организации этих сборов. Люди приезжают со всей страны, с различных регионов. С чем это связано? С тем, что проведение данных сборов возможно только на аэродромах, которые аккредитованы для их проведения. И наш аэродром один из трех в России, который позволяет эти сборы здесь проводить. Соответственно, наша материальная база, авиационная техника и лучший персонал позволяет соответствовать международным требованиям для проведения этих сборов. В сознании обывателей парашютный спорт чаще всего ассоциируется с десантными войсками. Но существование и развитие парашютизма реально и вне военной сферы. Так называемая дроп-зона Крутицы – одна из немногих площадок в нашей стране, где подготовка происходит на высочайшем уровне. Частыми гостями здесь становятся парашютисты с мировыми именами. На этот раз сборы проводит спортсмен, на чьем счету порядка 9 тысяч прыжков. Что требуется, чтобы стать инструктором. Что требуется, чтобы стать коучем. Что требуется, чтобы стать экзаменатором. Все у нас написано, так же у нас написана вся программа АЭСП, о которой мы говорили. Так здесь все описано, вся разбита по категориям. Прекраснейшая вещь. Замечательно, что у нас есть книга такая. Категория А. Категория А, по большому счету, наша начальная наземная подготовка. Это то, что мы должны в открытии студента нашего. Традиционная география приезжих широка. Пензенская область, Тамбов, Саратов, Подмосковье. Чтобы получить необходимое знание и обучиться у Юрия Гормашова, на сборы приехали спортсмены из Тюмени. Я приехал из Тюмени специально, чтобы пройти обучение, коуч и тандем инструктором стать. Чтобы у нас в Тюмени появилась возможность все-таки прыгать. То есть Юрий настолько известный специалист, что... Да, он известный во всем мире, конечно, он экзаменатор, который имеет право принимать и обучать людей, таких как я и всех желающих. А вы давно занимаетесь парашютным спортом? Почему вообще решили инструкцию? Ну, я прыгаю, да, довольно-таки давно, но у меня не так много прыжков, как у Юрия. Да, у меня всего 520 прыжков. И это как раз достаточно для того, чтобы пройти курс обучения. И без него уже не живется совсем. Парашютный спорт – это спорт сильных людей. Сильных физически. Для управления парашютом и воздушными потоками необходима хорошая физическая подготовка. И, разумеется, сильных духовно. Но еще, как говорил абсолютный чемпион мира и заслуженный тренер Леонид Ячменев, парашютный спорт – это спорт умных людей. Иногда за считанные секунды необходимо произвести в голове расчеты с поправкой на ветер и максимально быстро принять то или иное решение. К тому же парашютный спорт – занятие настоящих романтиков. Аэродромная жизнь во время летних сборов, лесные рассветы и прыжки на закате, разъезды по всей стране в сезон чемпионатов и фантастические виды планеты с немыслимой высоты. И если вам кажется, что романтика – это то, что потерялось в суматохе серых будней, это совсем не так.